По произведению мировой классики можно было бы составить целую кулинарную книгу, а может и не одну. Особой культурой еды отличались британцы, которые в литературе отразили не только свою кухню, но и сделали ее одним из важнейших элементов сюжета. Многие недооценивают блюда Туманного Альбиона, считая их скучными и однообразными, однако это далеко не так. Помимо знаменитого завтрака и различных видов овсянки, англичане любили пироги, сладкие булочки и кексы, а также знали толк в рождественском столе. Булочки с изюмом и пряностями – одно из любимых лакомств, которые писатели не обошлись стороной. Они упоминаются у Жонатана Свифта в дневнике для Стеллы и Чарльза Диккенса в Барна Берадж, для которых служат географическим ориентиром. А вот Льюис Кэролл челсийскую выпечку любит за ее неповторимость. В историях с узелками Кэролл противопоставляют булочке и арифметику, как что-то приятное и неприятное. Также писатель постоянно говорит о любви к булочкам с изюмом в своих переписках с друзьями. Детская литература особенно полна различными десертами. По мылу Треверс в Мэри Пуппинс возвращается делать из базово-английского лакомства кокосового торта вознаграждение для послушных детей. Дело в том, что кокосовый торт – классический десерт школьных обедов, поэтому у многих британцев он вызывал ностальгию. Отечественные писатели и поэты также отличались своими кулинарными талантами. Большинство знают Марину Цветаеву как талантливую поэтессу, но она еще и потрясающий кулинар. Ее рецепты яблочного пирога оценили по достоинству многие любители выпечки. Цветаевский яблочный пирог – это усовершенствованный рецепт шарлотки, которую подавал к столу еще российскому императору один из поваров, специально выписанный из Франции. Цветаевой так понравился рецепт этого пирога, что она баловала им не только свою семью, но и друзей, некоторые из которых частенько наведывались гости не столько ради того, чтобы пообщаться с поэтессой, сколько ради ее вкуснейшего пирога. Александр Сергеевич Пушкин любил вкусно поесть и хранил рецепты тех блюд, что полюбились ему больше всего. Еще с детства Пушкин обожал крыжовинное варенье своей няне Ириной Родионовны и даже сохранил его рецепт. В копилке великого писателя есть и кофейное бланманже из барышни-крестьянки и розбив, которым почивали Евгения Онегина, но больше всего запомнились Пушкину котлеты, которые он пробовал в гостях у Пожарского в Торжке. Настолько впечатлило его это простое блюдо, что он писал о нем своему другу и посоветовал наведываться в гости именно на котлеты. Писатели охотно делятся понравившимися им рецептами. На страницах книг Тургенева, Чехова, Шоохова, Лескова можно найти описания вкуснейших блюд, порой очень подробные, позволяющие воспроизвести их при минимальной подготовке, а иногда лишь упоминания вскользь, которые лишь описывают впечатления главного героя. Но кулинария всегда была в книгах такой же неотъемлемой частью, как и в реальной жизни. В произведениях знаменитого австрийского писателя Стефана Цвейга также прослеживается кулинарная тема. Герои зачастую встречаются в кафе или в ресторанах, пьют утренний кофе с каким-либо десертом и рассуждают о вечных вопросах жизни. Сегодня мы представляем вашему вниманию один из десертов, так любимых Стефаном Цвейгом, венских вафель, которые упоминаются в его знаменитом произведении «Нетерпение сердца». 24 часа из жизни женщины, письмо незнакомки и других. Для приготовления данного блюда вам понадобятся следующие ингредиенты. Пшеничная мука, сахар, яйца, сода, соль, ванилин, сливочное масло и оливковое масло. Первоначально миксером взбивают яйца с сахаром. Растапливают сливочное масло на маленьком огне и добавляют к смеси яйца сахара. Туда же добавьте соду, ванилин, соль. Перемешайте миксером. После этого порционно добавляйте муку. Хорошо перемешайте получившееся тесто. Разогреваем вафельницу, смазываем ее маслом и по столовой ложке выкладываем тесто на каждую форму. Обжаривать вафли следует по 4-5 минут на каждую порцию. Следует ориентироваться на загорелый цвет ваших вафелек. После приготовления вафель приступаем к изготовлению крема. Для этого необходимо взять сливки большой жирности от 23%. Они взбиваются миксером вместе с сахаром примерно в течение 10 минут. После этого остается только сервировать блюда. Для этого подойдут, например, консервированные или свежие фрукты и ягоды. Приятного аппетита!